здравствуйте рад вас вновь приветствовать на нашем youtube-канале енот по стригун также напоминаю что у нас есть группа вконтакте также напоминаю что все характеристики цены машинок с обзора можно посмотреть у нас на сайте интернет-магазина ссылки всегда находятся в описании под видео итак сегодня мы рассматриваем машинку с одним названием но целых две машинки от эндис это эндис ревайт отличаются они по дизайну и не только по дизайну давайте посмотрим для начала упаковка упаковка уже стандартная практически для последних машинок триммеров шейверов от эндис такая стильная черная с обновленным логотипом логотип этот обновленный не только на коробках но и на самих машинках триммерах шейверах сейчас причем не только на новых но и на старых такие вот стильные коробочки небольшой сюрприз для меня то что хотя они выглядят все на картинке одинаково на самом деле коробочки это немного отличаются по размеру такая небольшая засада для продавца вроде бы одинаковые но на пару миллиметров отличается у машинок у триммеров и у шейверов зачем так делать непонятно видимо сделали сначала шейвер получилось огонь потом сделали триммер он не влез в коробку сделали на пару миллиметров больше потом сделали машинку она оказалась еще чуть больше и И коробочку еще тоже чуть больше сделали. Хотя, места внутри предостаточно. Можно было бы и в старые размеры влезть. Ну, сделали и сделали. Бог с ним. Коробочка стильная. Основные характеристики перечислены. На задней стенке коробки, как всегда у американцев это делается, перечислена комплектация. Здесь, что нас заинтересует, это большое количество насадок. Видите, две машинки. Они по дизайну отличаются белое и черное. Количество насадок у них одинаковое отличие. Нет только в дизайне. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, в чем же у нас отличие. Итак, сначала у нас белая машинка. Причем где-то ее называют белой, где-то серой в магазинах. Ну, давайте будем называть ее белой. Открываем коробку и смотрим, что у нас в коробке. В коробке у нас промо-материалы, наклейки. Вещь бесполезная, но прикольно, что они есть. Хочется кому-то похвастаться, что он сидит на индисе, сможет наклеить себе на зеркало, либо там на стекло машины. Хорошо, они есть. Также у нас внутри, конечно же, машинка. И внутри у нас коробочка с аксессуарами. Лежит она там плотненько, не так просто ее вытряхнуть. За язычок за это так просто не достанешь. Приходится вытряхивать. Открываем коробочку и смотрим, что внутри нее. Внутри у нее такой вот здоровенный пакет с насадками. Насадок целых 12 штук. Внутри, конечно же, зарядное устройство. Поскольку до России еще не добралась эта машинка, то зарядное устройство с американским штекером. Но если у нас в магазине брать, то в подарок сразу переходник дадим. И в комплекте у нас, конечно же, масло. Запасной поводок на машинку. Это больная тема у всех машинок ВОЛ. Это вот этот поводок ножа, который довольно быстро у многих истирается. А купить его это целое приключение. В наличии почти никогда нет. Здесь один запасной сразу в комплекте. Офигенно. И инструкция. Опять же, поскольку не продается в России, пока машинка не продается в Европе, то инструкция на английском и на испанском языке. На тех языках, которые наиболее распространены у нас в США. Хорошо. Оставляем самое главное. Ну, масло, конечно же, маленький пузыречек. Обратите внимание, щетки для чистки нет. Поскольку на самом деле это самая бесполезная деталь, которая бывает в комплекте. Обычно ее проще выкинуть, потому что у всех производителей, кроме Panasonic, они отстойного качества. Так, зарядку пока здесь далеко не убираем. Насадки тоже куда-то там за кадр убираем, но не сильно далеко. Черная машинка. Черная машинка. Комплектация все то же самое. Опять же, промо-материалы. Машинка и коробочка. Ее открывать не будем. Там все то же самое. Я вас уверяю, я проверял. Такой же адаптер питания. Такие же 12 насадок. А вот сама машинка отличается. Давайте поговорим, в чем же отличие. Ну, во-первых, вы визуально видите. Одна черная, другая серая. Это то, что замечательно видно, бросается на сайте в глаза. То, чего я не видел на сайте, не заметил. Возможно, там это и хорошо было показано, но не обратил я на это внимания. Переворачиваем. Пластик, металл, алюминий. Итак, у нас одна машинка, которая белая. Она же серая. Она у нас полностью пластиковая. Соответственно, она весит немножко легче. Это у нас с алюминиевым корпусом. С нижней частью. На самом деле смысла в алюминиевом корпусе нет. Он менее практичен. Он легче царапается. И он немножко тяжелее. Но, тем не менее. Сделали одну пластиковую полегче, другая алюминиевая. Поэтому получилось потяжелее. Насколько потяжелее. Вот эта вот весит пластиковая. 290 грамм. Это фактически стандарт де-факто для всех аккумуляторных полноразмерных машинок. Это получилось чуть потяжелее. Где-то в районе 325 граммов. То есть получилось тяжелее на 35 граммов. Кроме того, важное отличие это ножи. О чем мы поговорим немножко позже. Итак, что еще можно сказать про дизайн. Кроме того, что один алюминиевый, другой нет. Великолепная просто-таки вставочка сверху. Великолепная тем, что она не скользит. Мало того, что она резиновая. Она еще и с покрытием, с рельефом. Да, резина мягкая, не скользящая. То есть, как бы вы там не запарились, жара плюс 100-500 градусов в салоне. Вы все обливаетесь потом. Но лежит она абсолютно уверенно. Вы знаете, продаются специальные кольца-насадки, которые выглядят как порнуха резиновые. Но зачем это все, если есть вот такая вот резиновая не скользящая вставочка. Хорошо бы, чтобы была еще и снизу, но снизу нет. Ничего, там снизу просто небольшие выемки под пальцы. Примерно как на машинках ВОЛ, но не такая выраженная выемка. Ну, видимо, чтобы ВОЛ на них в суд не подала, все-таки немножко по-другому сделали. Но лежит вполне уверенно. В принципе, такая же одна выемка есть на мозговских машинках. Никто не жалуется, ни у кого не выскользует. По качеству исполнения я бы сказал, что это все-таки немножко шаг назад от шейвера той же серии, в таких же коробочках Ресерджа. У него качество исполнения повыше. Все-таки там люфты корпуса, вот эти вот все щели, они поменьше. Здесь их видно, там их вообще не видно. Тем не менее, качество исполнения очень высокое. Я бы сказал, что примерно того же уровня, что у ВОЛ. Ну, у ВОЛ тоже такие вот зазоры есть. Хотелось бы лучше, но это Америка. Америка это дырки, шум и так далее. Кстати, о шуме. Давайте включим. Послушаем машинку. Меня часто тут ругают, что ты такой сякой, не включил машинку, может она там вообще как трактор. Шум умеренный. Не сказать, что она бесшумная, не сказать, что она громкая, что-то такое средненькое. Хорошо. Индикация. Индикация здесь всего одна лампочка. Лампочка у нас здесь двухцветная. Когда у машинки достаточно заряда, она горит синим цветом. Синий цвет не яркий, не выжигает глаза. Я не люблю лампочки синего цвета, но здесь она не выжигает глаза. Цвет мягкий. Ну, окей, пойдет. Не самый худший вариант. Хуже, когда прямо вот одна маленькая лампочка, как на валовских машинках, и она светит так, что кажется, сейчас просто тебя разрежет пополам, как лазером, этим светом. Черная машинка, все то же самое. Здесь мы видим, что лампочка горит уже красным цветом. Это означает, что аккумулятор у этой машинки уже садится. Белую машинку я подзарядил заблаговременно, черную не заряжал. Вот, соответственно, с завода у него уже там заряд неполный остался. Лампочка красная. Ну, ё-моё, не хочется снимать эту штучку, а с ней не переключается. Итак, в общем-то, очень похожие машинки по дизайну. У обеих нескользящая вставка, корпус одинакой формы, но алюминиевый и пластиковый. Пластиковый полегче, алюминиевый, ну, кому-то красивее. Мне и алюминиевый норм. Хорошо. Вес сказали. Питание. Питание, как вы сами понимаете, не от шнура, но это и не чисто аккумуляторная машинка. Питание здесь комбинированное. Комбинированное, это значит, что мы можем работать и от аккумулятора, и если вдруг мы забыли зарядить, то можно работать и от шнура. При этом, если мы воткнули шнур и одновременно работаем, то при работе аккумулятор не заряжается. Только мы выключили, при воткнутом шнуре пошла зарядка. Время работы от аккумулятора 120 минут. Время зарядки указано в инструкции, что время первой зарядки 90 минут. Но, скорее всего, и дальше будет полтора часа требоваться на зарядку. При этом, два часа работы от аккумулятора. Это хороший результат. Выше среднего, я бы сказал. Два часа, это большинству людей хватит на смену или даже больше. Подставки зарядные, к сожалению, здесь нет. Разочаровывает этим. У нас Эндис. Причем, отдельно в продаже я ее тоже пока не видел. Возможно, появится. У того же шейвера, Ресерджа, у него изначально подставки в продаже не было. Но буквально через месяц она появилась как отдельный аксессуар, который можно докупить для этого шейвера. Будем надеяться, к этим машинкам подставочки тоже появятся. Потому что машинка клевая. И вот только зарядки ей в комплектации не хватает. Шнур. Шнур, опять же, шаг назад по сравнению с Ресерджа или там каким-нибудь Беспок. Почему это шаг назад? Это стандартный разъем, почти стандартный разъем. Но вот у Ресерджа, у шейвера, у него был уже USB Type-C, который купить можно чуть ли не в чебуречной. Да, их везде навалом в любом магазине аксессуаров для мобильных телефонов. Здесь зарядку взяли фактически ту же самую, что у беспроводного мастера. Эндисовского. Ну, окей. Такой штекер найти можно. Он стандартный. Придете вы там в какой-нибудь магазин радиодеталей, покажете, вам найдут аналог. Но с Type-C было бы проще и даже более того, можно было бы одной зарядкой заряжать и телефон, и машинку. Но это для тех, кто использует машинку дома. Будет актуально, да? Профессионалам такие заморочки не нужны. Отдельная зарядка норм. Подставки не хватает. Вот подставку хочется. Хорошо. Дальше. Мотор. Мотор здесь. Роторный. Обычный роторный. Не бесщеточный. Обычный коллекторный роторный мотор. При этом мощность у него примерно 5,75 ватт и обороты около 5100 оборотов в минуту. Все эти показатели, они нигде ни на сайте, ни в инструкции я их не нашел. Это то, что измерено у нас в магазине. 5,75 ватт, 5,100 оборотов в минуту. Ну, возможно, 5,200 там погрешность измерения. Ножи. Ножи – это главное отличие этих машинок. Не корпус, да, там, не что-то еще. Именно ножи – главное отличие. На белой машинке нож идет для массы, так скажем, да. Здесь он с орибрением. У него толщина побольше. У него заявлена длина среза от 0,5 до 2,5 мм. Здесь же нож более тонкий, плоский. Это нож для фейдов. У него уже длина среза заявлена от 0,2 до 0,5 мм. Это чисто фейдовый нож. И легким движением руки мы можем фейд-машину превратить в машину для массы и машинку для массы, наоборот, превратить в фейд-машину. Ножи здесь решили наркоманить Энгис по полной. И они сделали их одновременно и быстросъемными, и на винтах. Что дает нам плюсы от обеих систем. Ну, быстросъемные – понятно. Можно быстро снять, сменить один нож на другой. Ножи продаются отдельно. То есть, можно купить машинку черную, допустим, с фейд-ножом и купить к ней отдельно нож для массы. Ножи не дешевые, что объясняется, в общем-то, их конструкцией. Что здесь вот этот брекет, сразу же и рычажок. Что здесь все сразу в комплексе вы покупаете. Поэтому они дороже, чем обычные. Не буду говорить, насколько, поскольку ценник может меняться. Но где-то на четверть они дороже, чем аналогичные валовские ножи. Обычные, которые просто из двух железячек состоят. Быстросъемные – это хорошо. Можно менять ножи, можно их легко чистить. Можно там легко их смазывать. Что нам дают винты? Зачем такие извращения? Винты нам дают возможность выставить нулевой срез на этих ножах. Многие любят делать ножи покороче, чтобы снимать почище, поближе к коже. Вот эти ножи позволяют одновременно и легко их обслуживать. И кроме того, выставлять длину среза, которая нам нужна. Выставлять в ноль тем, кому нужно. То есть, получается, на каждую машинку у нас может быть два ножа. Хорошо? Хорошо. То есть, выбираете нужный себе дизайн и докупаете нужные себе ножи. Кроме того, такая конструкция решает проблемы с износом. То есть, у многих периодически ломаются лапки, ломаются поводки. То есть, можно не дробить, а сразу купить себе новый нож, потому что ножи все равно со временем и стираются. Но будет у вас запасной нож. Помимо того, что купили новую оригинальную лапку. Кстати, смотрите, какая козырная лапка с надписью Энди сбоку. Мне, честно говоря, очень понравился их дизайн. Выглядит очень стильно, очень изящно. Ну, прямо мне по дизайну нравится. У Уолл тоже там фенди-боберная формочка этого рычажка, плюс там буковка В. Но вот этот мне нравится по стилю больше. Понятно, что это никто особо не приглядывается в работе. Но приятно. Пустячок, но приятно. Хорошо. Итак, про ножи мы с вами поговорили. Про мотор поговорили. Что нам осталось? Насадки. Насадок здесь целых 12 штук. Видите, здесь два пакета. Они... Ну, один разделенный на две части. Просто, чтобы не путались. 12 штук. И на упаковке перечисленные, что там именно за 12 штук. Здесь есть все необходимые размеры. То есть промежуточные, причем их немножко больше, чем у валовских машинок. То есть это и там полтора миллиметра, и три, и четыре с половиной, и шесть, и так далее. И промежуточные после шести там есть. Поэтому набор очень большой. При этом это премиальные насадки. Примерно то же самое, что валовские. Отличия есть. Отличия в материале. То есть конструкция, в общем-то, та же самая. Металлическая защелка. Сама насадка из пластика. Пластик я не могу сказать хуже или лучше, чем у вал. Это может показать только эксплуатация. Толщина, в общем-то, та же самая у насадок. Поэтому большой вопрос, самый главный вопрос к насадкам всегда, это их долговечность. Надеваются они, в общем-то, точно так же, как валовские. Вставляем сначала зубчики, и потом защелкиваем в задней части. Защелкивается очень туго, очень хорошо. Ну, держится идеально. Ну, валовские не хуже в этом плане. Обращу внимание тех, кто не в курсе, не сталкивался. Ножи у Вол и у Эндис разного размера. Поэтому насадки у них друг к другу не подходят. Ну, вот у Эндис выпущены свои собственные премиальные насадки. Поэтому, кому не нравятся магнитные Эндисовские, тоже очень крутые, покупайте премиальные. Но здесь они сразу в комплекте, ничего докупать не надо. Это отлично. Тот же мастер беспроводной у Эндис идет без насадок в комплекте. Их надо еще покупать дополнительно. Дополнительные расходы. Здесь уже сразу все в комплекте. 12 штук насадок. Все насадки имеют удобную читаемую маркировку. И на металлической вставке этой указан размер в дюймах и в миллиметрах. И номер насадки. И на обороте там тоже указан размер в миллиметрах. Хорошо. В принципе, все рассказали. Теперь дело за малым. За маленькой отверточкой. Отверткой здесь нужна торкс. Не особо-то хочет фокусироваться у меня. То есть здесь звездочка, как в просторечии называют ее. Откручивается 6 винтов. И внутри мы видим вот такую прелесть. Сделано все очень аккуратно. Просто... Ну вот... Я в восторге от качества. Давайте я покажу. Просто... Очень все аккуратно выполнено. Мотор. Я не стал его откручивать. Здесь винты просто на фиксаторы резьбы. Чтобы они не раскручивались от вибрации мотора. Я не стал срывать фиксатор. Чтобы там... В дальнейшей эксплуатации вдруг каких-то проблем не было. Ну, на самом деле, вероятность этого стремится к нулю. Но, тем не менее. Плата очень богата на элементы. То есть здесь приходится подозревать, что это сделано не просто для того, чтобы лампочка мигала разными цветами. Но и для контроля оборотов, так же, как у Мозер на моторе. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это все чисто ради лампочки. Но, тем не менее. Аккумулятор. Аккумулятор здесь достаточно жирный. 11,5 Вт-часов. Конечно же, это литий-ион. Сейчас все ставят литий-ион. Это просто дешевле, чем качественный никель-металл-гидрид. 3200 мАч. Хорошая емкость. Делим емкость в ватт-часах на время работы 2 часа. Как раз и получили те самые скомы 5,75 Вт. Качество сборки идеальное. И вот на что я еще обратил внимание. На что другие, наверное, не посмотрят. Но для меня показатель качества элементов. Это то, что даже вот этот маленький выключатель. Который, блин, казалось бы, функция его минимальна. Он японский. Амурон стоит. А не какой-то китайский ширпотреб. Как в большинстве машинок для барберов. Да, здесь люди прям заморочились по качеству компонентов. По качеству исполнения. Блин, респект. Хорошо. Дальше разбирать я не вижу смысла. Сами посмотрели. Все очень аккуратно. Все очень красиво. Все очень достойно. Дорого, богато внутри. Поэтому в этом плане у меня претензий нет. Ценник. Машинка стоит выше среднего. Официальный ценник в США на нее 150 долларов. Причем, я наблюдаю, уже несколько месяцев ценник не падает. Это немного дороже, чем официальный ценник на ту же самую магию беспроводную валовскую. Но при этом качество исполнения машинки поинтереснее. Качество начинки однозначно поинтереснее. Мощность примерно та же самая. Обороты примерно те же самые. Но из бонусов, чего нет в магии, мы получаем быстросъемные ножевые блоки. А еще такой бонус, о котором я вам уже говорил, это запасной поводок ножа. Вот то, чего прямо капец как не хватает у нас в машинках Волл. Потому что летят они там с бешеной силой. Все прекрасно собрано. Все замечательно. Конечно, машинка в боевых условиях пока в России особо не испытана. Не зная ни одного человека, кто бы владел такой машинкой. Возможно, вы будете первым. У нас она уже поступила в продажу. Буквально несколько штук взяли на пробу. Чисто посмотреть. Ну вот посмотрели и можем ее смело рекомендовать. Покупайте. Вещь хорошая, интересная. По дизайну ножа, по дизайну самой машинки. Плюс классные насадки в комплекте. Поэтому могу рекомендовать. Кому я могу рекомендовать? И обычным салонным мастерам, и барберам. Причем такой бонус для барберов, что сразу с одной машинкой вы получаете два ножа. Поэтому вам не нужно покупать две машинки. Одну для массы, другую для фейдов. Но многие не заморачиваются. Покупают одну машинку для всего. Но здесь не просто одна машинка для всего, а два ножа для всего. Ну, кроме триммеров, конечно. Да, триммер надо будет купить отдельно. Могу ли я рекомендовать? Рекомендую. Если остались какие-то вопросы по этой машинке, задавайте их в комментариях под видео, либо у нас в группе ВКонтакте. Ну и напоминаю, что у нас на сайте, помимо того, что перечислены... На сайте магазина Енот Постригун Ру, помимо того, что перечислены характеристики и ценники машинок из обзора, там же есть контакты. Соответственно, вы можете нам по телефону набрать, либо написать на WhatsApp, Telegram. Ну и на этом, пожалуй, всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok